Традиция собираться в День железнодорожника на стадионе «Локомотив» продолжается в Буе по сей день. Пусть не так масштабно, как раньше, но все же работники предприятий железнодорожной отрасли считают этот день их общим профессиональным праздником. 3 августа этого года артисты Дворца культуры подарили собравшимся на «Локомотиве Буевлянам» праздничный концерт. Буйские железнодорожники по традиции пришли сюда с семьями. Для детей работали аттракционы. Те, кто дружат со спортом и ведет активный образ жизни, посвятили празднику спортивные мероприятия – турниры по шахматам, стритболу, пляжному волейболу. Земляков приветствовал глава администрации города Игорь Ральников. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Вот уже более 100 лет история нашего города неразрывно связана с железной дорогой. Именно в 1905 году строительство железнодорожной ветки «Волок-Довятка» с узловым центром в нашем городе послужило важной вехой в развитии города Буя. И, конечно, дала толчок и превратила маленький уездный городок именно в то, что мы видим сегодня. И сегодня город Буй является важнейшим железнодорожным узлом Транссибирской магистрали. Большинство боевлян работают на предприятиях железнодорожного транспорта, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров, перевозки грузов и функционирование экономики нашей страны. Поэтому, дорогие железнодорожники, от всей души спасибо вам за ваш труд, за верность выбранной профессии, за верность железной дороге. Желаю вам мира, добра, счастья, любви, ваших домов, личного благополучия и чтобы все реорганизационные моменты, которые сейчас переживают ваши предприятия, приводили только к росту вашего благосостояния и, конечно же, к безопасности и комфорту на железной дороге. С праздником, дорогие железнодорожники! Звучали поздравления и от руководства структурных подразделений железной дороги. Уважаемые железнодорожники, с вашего позволения хочу поздравить вас с профессиональным праздником, выражая искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, старания и заслуги. На вас держится безопасность железных дорог всей страны. От вас зависит благополучие и безопасность каждого пассажира. Зарешите пожелать вам дальнейших успехов в работе, достойной зарплаты и непоколебимой уверенности в завтрашнем дне. Пусть крепким будет ваше здоровье, стойким остается характер, железная сила воли. Желаю вам меньше стрессовых ситуаций и негативных моментов. Чаще улыбайтесь, радуйтесь новому дню и дарите позитив окружающим вас людям. С праздником! Субтитры делаем коллеги, ветераны. Присоединяясь ко всему вышесказанному, все прекрасно понимаем, что железнодорожная отрасль значит для города Буя. Вот сегодня еще, именно сегодня, 3 августа 1996 года, была торжественно запущена в работу еще одна ветка северо-западного, скажем так, направления. Был электрифицирован до конца участок свеча Буй Вологда-Череповец, поэтому сегодня еще одна, можно сказать, знаменательная дата. И присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые сейчас прозвучали. Желаю всем мира, добра, любви, удачи, ну и, соответственно, всего-всего наилучшего в нашем нелегком деле. Поэтому спасибо. В профессиональный праздник лучшие железнодорожники были отмечены различными наградами. Знаком за безопасность движения награжден Владимир Новоселов. Именными часами от начальника северной железной дороги Дмитрий Горевалов. Почетной грамотой начальника дороги Алексей Исаков. Знаком лучший машинист локомотива первой степени Егор Запонков. Знаком за преданность локомотивному комплексу 20 лет Александр Казаков. Знаком за преданность локомотивному комплексу 30 лет Сергей Лукин. Сергей Александрович говорит, что в свое время пошел учиться на помощника машиниста, поскольку это было очень престижным. Многие молодые люди получали именно эту профессию, продолжая тем самым семейные трудовые традиции, становясь частью династии. Да и не всех родители были готовы отпустить в другой большой город. Мама не отпустила, мама. Наверное, будет смотреть. И настояла на том, чтобы все служили подорожники. Да. Дядя работал локомотивом. Отслужил армию и пришел работать в депо. В профессии машиниста есть свои сложности. Но семья, по словам Сергея Александровича, его супруга Марина Юрьевна помогала их преодолевать. А это и ночные поездки, и долгое отсутствие мужа дома. Но, как и все семьи железнодорожников, семья Лукиных принимала это и оставалась верной выбранной главой семьи профессии. Традицию собираться в день железнодорожника Лукины поддерживают. Сейчас на работе даже редко с кем бывают. Но в такие праздники это приятно увидеть кого-то. Не всегда получаться, потому что объем перевозок большой, да, и расстояние сейчас большое. Кто-то ездит на Бабаево, на Ленгасово. Так что редко видимся. Что пожелаете всем, кто связан с железнодорожником? Железнодорожник, конечно, терпение наше нелегкое время сейчас. Здоровье самое главное. Ну, исходительность и руководство. Поздравляем всех с праздником. Всем хорошего настроения, здоровья, да, и семьям. Продолжение следует...